Итак, прямо здесь я хочу похвастаться своим танком. Вот такой он танк. Посмотрите на него внимательно. Что вы можете сказать? Естественно, вы скажете, что за фигня? Совершенно верно. Такой себе неказистый танк, ни на что не похожий, но до того момента, когда я не возьму его за жабры и не потащу. Опа! 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 Заметили, как у него работают гусеницы и колеса? Посмотрим дальше, как он будет действовать на пересеченной местности. Опа! 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 Смотрим дальше, дальше, так, опять возьмем за жабры, и-ху, и-ху, оп, а потом, потом мы возьмем его за другие жабры. Итак, внимание, смотрим внимательно, опа-ча, опа-ча, опа-ча. В общем, если вы до сих пор еще не поняли, то у него абсолютно идеально с местностью работают его ходовые части, то есть гусеницы и колеса. Как бы ни простиралась земля, то есть плен в данном моем случае, он полностью повторяет его траекторию. А если кто-нибудь подумает, что я вас обманываю, что я его гоняю по сплайну, который скрыл нарочно, то я специально для вас подвигаю землю вот таким образом, вот таким образом, где вы прекрасно видите, как он реально подстраивается под этот ландшафт. Здесь у него, правда, не движутся колеса, просто гусеницы подстраиваются под ландшафт. Чтобы двигались колеса, я должен его опять взять за жабры и потянуть. О-па-на, о-па-на. Ну как? А сейчас мы посмотрим, как этот танк работает в условиях уже записанной анимации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok А теперь мы проверим, как этот танк работает в условиях, приближенных к боевым Для тех, кто не понял, еще раз Еще раз, кто не понял Отлично Итак, это был не плагин, это никакой не Матанг, это никакой не Крафт Директ Студио Это самые обыкновенные контроллеры анимации, которые есть в любом Максе И сейчас я, конечно же, расскажу, поведаю, как все это сделать Создайте заранее корпус танка, одно колесо и один трак, с которыми мы будем работать В самом начале мы, конечно же, создаем плен Это будет наша земля Земля Санникова Я дам ей какую-нибудь текстурку, чтобы она была похожа не на землю, а просто можно было видеть ее рельеф С применением текстуры, типа чекин И, конечно же, увеличу количество полигонов, чтобы можно было ее преобразовать в какую-нибудь бугристость Соответствующими инструментами, которые с недавнего времени появились В едите был поле Поначалу не нужно делать большие бугры Пускай они не превышают половины высоты танка Так что, если получается большие, лучше их сгладить Большие горы и холмы, это мы сделаем позже Потому что сейчас это должно быть не очень большим, чтобы все работало плавно В одном месте я специально оставлю абсолютно плоский план Это нужно для того, чтобы сам производить танк именно в этом месте Чтобы ничего не перекашивалось, все было ровненько Далее мы создаем еще один план под танком Только полигонов один на один То есть состоящий из двух треугольников Или, скажем так, одного квадратного полигона Назовем его база Это те самые жабры, за которые мы будем тягать этот танк Также я его введу здесь, чтобы быстро выделять Когда будет много объектов, я так хоп и выделил его Всегда могу до него добраться Следующим действием мы его поднимаем на высоту самых высоких холмов Если он будет ниже, будет лажа Теперь мы отправляемся в create, space warps, сюда и conform Создаем этот элемент Этот элемент очень капризный, поэтому все нужно делать именно в том порядке, который я сейчас указываю Выделяем conform Отправляемся в его настройки Нажимаем pick object и выделяем нашу землю После чего вот этим линком мы связываем conform с нашей базой Оп! И база упала на землю Она просто прилипла к земле Теперь, когда мы ее перемещаем, мы можем заметить, что своими четырьмя точками Она точно-точно повторяет нашу поверхность Причем, замечу, ни в коем случае не переводите эту базу В состоянии там editable poly или еще Она всегда должна оставаться планом Иначе работать не будет Выделяем элемент conform и вот этим счетчиком чуть-чуть можно опустить ее, чтобы она была так это над уровнем земли Обратно выделяем базу и с удержанием шифта клонируем ее вторично Это будет наша лапка для одного из колес Уменьшаем ее размер И определяем ее местоположение А также Прилинковываем ее к базе, чтобы она жила с ней одной половой жизнью Понесем ее под танк И более точно определим ее местонахождение Так, чуть-чуть увеличим И поставим там, где она должна жить Далее опять-таки с удержанием шифта Нарожаем таких элементов Столько, сколько колес в нашем танке Я не знаю, сколько колес в настоящем танке Я сделаю их по пять с каждой стороны Также разместим их более-менее на одинаковом расстоянии Чтобы колеса не терлись друг от друга А то сотрутся Выделим все Эть, эть И с удержанием шифта Перенесем это совокупление на другую сторону танка Там ведь тоже должны быть колеса Возьмем за базу И потянем все это дело на нашу землю Здесь мы можем посмотреть, как оно Все это вместе Словно гусеница Ездит по нашей земле Вот так На исходную Разместим все наши лапки Таким образом, чтобы они были посредине Относительно нашей базы Потому что база должна находиться Строго посредине танка Так, эти надо поправить Вот так Хорошо Теперь мы создадим раму танка Это такой элемент Который будет явно нерендеримый Но на нем будет все держаться Скажем так Делаем такой боксик И подгоняем примерно под Как говорится Строение нашего танка Где опустим Где подвинем Где ушьем Где подтянем В общем, короче Подгоним Подгоним Вот так Поставим его Сюда Ну и Так Для красоты Чисто Делаем небольшой Чемфер Теперь при выделенной нашей раме Мы заходим В панель Motion И назначаем ей контроллер анимации Для Position Attachment Нажимаем Pick Object Выделяем базу А теперь Set Position И опять на базу Он прилепился к базе Но стоит криво Нажимаем Rotate И поворачиваем Теперь обратно мы выделяем Set Position И уже более точно устанавливаем Так, чтобы Он стоял Посередине Кому интересно Можно выделить обратно базу И поерзать Взад Вперед Чтобы посмотреть Как наша рама Движется над поверхностью Так Дальнейшее мое действие Не обязательно повторять Я просто сейчас покажу принцип Почему именно так А не иначе В общем Если взять колесо И такими же манипуляциями Приоттачить его К одной из лапок То есть Sign Controller Attachment Сет Значит Клапки Сет Позишн Мы его Устанавливаем Где ему быть Если вдруг оно будет Повернуто боком Всегда можно будет Его повернуть В нужном направлении У меня оно сейчас Случайно совпало Но обычно не совпадает И Если что Пивот Пивотом Установить ее выше Но Дело не в этом Я хочу показать Что когда мы сделаем Таким образом Оно конечно Поедет с танком Но здесь у нас Будет наблюдаться Весьма Приличная проблема То что оно Будет повторять Землю Но не быть параллельно Самому танку Будет наклоняться Что не естественно Для колеса танка Поэтому такой вид Attachment Не годится А для этого Чтобы колесо Жило нормальной Естественной жизнью Вместе с танком Мы делаем Следующие действия Создаем еще один Маленький боксик Приблизительно Равный по размеру Нашей лапки Вот он Готово Делаем ему Attachment Тот же самый Pick object Назначаем лапку Set position Выбираем место Где ему быть И делаем его На таком расстоянии Чтобы он касался Корпуса рамы Далее мы нажимаем Ctrl V То есть клонируем объект И переназначаем ему С кем жить половой жизни То есть постепенно Ctrl V Следующая лапка Ctrl V Pick object Следующая лапка Ctrl V Pick object Следующая лапка Вот так мы их распространили По всем лапкам Но это не все Есть лапки еще с другой стороны Их много Нужно сразу их поделать Так вот тут она не попала Близко к этому Поэтому Set position И подвигаем ее К самой раме Таким образом продолжаем Дальше Ctrl V Pick object И следующая лапка Ctrl V Pick object Следующая лапка Ctrl V Pick object Следующая лапка Ctrl V Ну в общем песня такая Такой гангстер рэп То же самое Ctrl V Set position Только уже рама И Делаем такие же кубики Чуть-чуть выше Чем их Так сказать Прототипы На лапках Размещаем все эти кубики Но если он криво То ладно Можно его повернуть Вручную Бывает не слушается Вот Так повернуть надо Вот Размещаем Так сказать Один над одним Один над одним Раз Готово Ctrl V Set position Следующее место Ctrl V Set position Следующее место А также не забудем Про Дополнительные колесики Маленькие Которые у танка Находятся вот в этом месте Их Так же Нужно Там Разместить Собака Как Хлебнувший Этого Борща Это мелодия из фильма Джентльмены Джентльмены удачи Дополнительные Краме Туда Туда В межкубичное Его К верхнему Кубику А потом Заходим В настройки Сплайна Выделяем Нижний Вертекс Применяем Модификатор Linkit Xform И Нажимая Кнопочку Pick Controller Object Выделяем Нижний Кубик Таким Образом Мы имеем Вот такое Дело У нас Теперь Этот сплайн Работает Как Амортизатор Вот Он Связан С двумя Кубиками И Соответственно Он Абсолютно Паралелен Корпусу Танка К нему Нужно Будет Притачить Колесо Но Этот тачмент К сплайну Не работает Поэтому Мы Сплайну Применяем Модификатор Edit Mesh Теперь Выделяем Колесо Attachment Pick Object Наш Амортизатор И Set Position Вот Он Уже И На Месте Теперь Он Будет Абсолютно Паралелен Корпусу Как бы Мы Не Ездили Как Мы Не Прыгали Если Кто Нибудь Не Верит Можете В этом У Бедиться Вот Такое Дело Теперь Теперь Временно Скроем Наше Колесо Чтобы Оно Не Мешало Ctrl V Только Делаем Copy А не Instance Это Обязательно И Перетягиваем Его К Следующему Кубику Вот Так С удержанием Shift С удержанием Shift Перетянули Его Сейчас Мы Только Поправим К Нужным К Своим Кубиком Где Они Приблизительно Должны Жить А Вот Тут LinkedIn X Form Мы Переназначим То есть Сейчас Каждый К своему Просто Прелинковываем Потом Заходим По очереди В каждый Сплайн И На стек Модификатора Вниже Переходим На LinkedIn X Form Переназначаем К чему Ему Перелинковаться Так Сюда Пока Пока Оно Все Криво Не Обращайте Внимание Это Быстро Быстро Поправляется Все Перелинковали И Просто Поставили На место Выделили Поставили Выделили Поставили И Выделили Поставили Вот Так Посмотрим Вот Наши Амортизаторы Уже Работают На Полную Мощность Тут же Выделяем Все Амортизаторы И С удержанием Шифта Перетягиваем Их На Другую Сторону Пускай Они Даже Будут Немного Дальше Кубиков Чтобы Было Удобно Их Выделять И Делаем Те же Операции Перелинковываем Сначала К верхним Каждый Соответствующий Перелинковываем К своему Соответствующему Верхнему Таким Образом Завод Амортизаторов Снабдил Нас По Полной Программе Заходим Обратно В Линкит Икс Форм И Переназначаем Им Одновременно Поправляем Переназначаем Им Половую Ориентацию На Соответствующих Половых Партнеров Амортизаторов Параллельны Нашему Корпусу Они И так Параллельны Кто Скажет Что они Не параллельны Пусть Первым Плюнет В Монитор Откроем Заранее Скрытое Колесо И теперь Будем Настраивать Его Вращение Так сказать Для этого Нам Нужны Три Элемента Мы Выделяем Базу Колесо И землю Нажимаем Alt Q Тем Самым Все Скрываем Кроме Этих Трех Элементов Выделяем Колесо И Чтобы Определить Вокруг Какой Оси Его Нужно Вращать Прибегаем К следующей Хитрости Открываем Настройки Пивота При этом Мы видим Что Вращаться Он должен Вокруг Оси Синенькой А синенькая Это Z Все Ясно Поэтому Назначаем Ему Контроллера Анимации Вокруг Вращения Z Под Названием Float Expression ОК Появляется Волшебное Окно Где Мы Вписываем Любезно Предоставлять Нам Вписать Название Контроллера Пусть Оно Будет R Например Создаем Кнопку Create Тихонько Нажимаем Assign Контроллер И Находим Нашу Базу База Перемещения По Оси Х Ок Назначили Контроллер А здесь Вписываем R Умножить На 10 Например Эволют Кнопка Смотрим Что происходит Мы Двигаем Базу По Оси Х Колесо Вращается Во-первых Вращается В обратную Сторону Значит Перед R Ставим Минус Эволют Теперь Вращается Правильно Но Чрезвычайно Быстро Поэтому Методом Научного Втыка Мы Подгоняем Нужное Число На которое Умножить Нужно Контроллер R Постепенно Доводим До состояния Когда Колесо Ну Визуально Идеально Катится По земле Кто Скажет Что Оно Не Катится Пусть Первым Плюнет В Монитор Нажимаем Контрол В С Инстансом Ок И Пик Обжект Переназначаем Другой Амортизатор Контрол В Пик Обжект Другой Амортизатор Контрол В Пик Обжект Другой Амортизатор Контрол В Пик Обжект Другой Амортизатор По желанию Можно посмотреть Как все Работаем Берем за базу И Поехали Вот такой Луноход Пока что Получается Далее Выделяем Одно Колесо И Уменьшаем Его Где-то Так В два Раза Далее Далее Берем Пик Обжект Назначаем Другой Кубик Другой Кубик Меняем Сет Позишн Он Спросит Назначить Ключ Анимации Так Что за Аааа Я понял У меня просто Ползунок Анимации Зараза Находится Вот тут Надо чтобы он В нуле Стоял ПАДЛА Делаем Все в нуле При ползунке Анимации В нуле Так Готово Теперь Поскольку Это колесо В два раза Меньше Его нужно Скорость Увеличить В два раза При выделенном Колесе Нажимаем Курва Ебитер Находим Вот этот Вот Z-Rotation Где назначен Контроллер Анимации Здесь 1.7 Которые Мы достигли Методом Научного Втыка Цифру Меняем На соответствующую Которые В два раза Больше Нажимаем Эволют Готово Закрываем Все Это Дело И Едем Вот сейчас Видно Что он Теперь Вращается В два раза Быстрее Чем остальные Колеса Что будет Как бы Физически Соответствовать Правде Нажимаем Контрол В И Перебрасываем Его На другой Кубик Также Перекидываем Его На обратную Сторону Танка Раз Готово Если Неправильно Стоит Подравняли Но Сейчас Перекинув Его На обратную Сторону Мы Видим Что он Вращается В противоположную Сторону Поэтому Курва И битер Выделяем Затратейшн Правой Кнопкой Параметры И Убираем Вот этот Вот Минус Теперь Будет Все Нормально Проверяем Гуд Поехало Колесико Далее Как говорится По накатанной Схеме Контрол В Сет Позитон Пик Обжект На другой Кубик Теперь Берем Большое Колесо Контрол В Переназначаем Его Половую Ориентацию На другой Амортизатор Оп И Сет Позишн Ставим На свое Место Так Чтобы он Чуть Чуть Был Над землей А потому Как оно Будет Крутиться В обратную Сторону То Идем В Курва И битер Затратейшн Правой Кнопкой Параметры И Убираем Минус Нажимаем Кнопку Эволют Убеждаемся Что Все Работает Берем Зажабры Вот Так Хорошо Теперь Выделяем Колесо Ctrl V Пик Обжект И так Далее До Самой Задницы Танка Готово Берем Его Зажабры И Поехал Луноход Поехал Наш Луноход Пока Без Гутинец Значит Луноход Ну что Теперь Пришла пора Делать Гусеницу Выделяем Колеса На одной Стороне И Нажимаем Alt Queue Чтобы скрыть Все остальные Объекты После чего Отправляемся В Сплайн И Строим Вот Таким Образом Сплайн Значит Сверху Пардон Сверху Начинаем Дальше Раз Точка Два Точка Три Точка Вот тут Обязательно Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Так 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 И Соединили Теперь Мы В этом Сплайне Выделяем Все точки Преобразовываем Их В безе И Немножко Поднастраиваем Так Чтобы они Более-менее Выглядели Похожими На Траекторию Движения Гусеницы Потому что Пока что Они тут Черт знает Как Выглядят Так Сюда Обязательно Обязательно Вот здесь Точки Под колесами Должны Оставаться По одной Точке Под каждым Колесом И Вот Эти Точки Тоже Соответственно Приведем В состояние Стояния Душевное Стояние Вокруг Колес Поднимем Вот Где-то Где-то Так Далее Центральную Точку Мы чуть-чуть Провиснем Все-таки Гусеница Тяжелая Поставим Ее На свое Место Ведь Сверху Мы ее Подвигаем По центру Гусениц И теперь Применяем Волшебство При выделенном Сплайне Назначаем Модификатор Сплайн Сплайн Ик Контрол Далее Нажимаем Кнопку Create Helpers Вот Сейчас На каждую Точку Появился Маненький Такой Манипулятор Мы их уменьшим Размер Чтобы они Были Хорошо Видны И Желательно Сделать Их Как-нибудь Поедовите Чтобы сразу Было заметно Потому что С ними В дальнейшем Придется Работать Часто Поэтому Такой Зеленый Цвет Мне не нравится Поставлю Что-нибудь Едло О Вот Такие Вот Вещи Далее Если Дергать За эти Манипуляторы Мы Наблюдаем Не очень Приятную Картину Они Как бы Работают Как кости Друг за Друга Тягаются И делают Не то Что нам Нужно Поэтому Выделяем Сплайн И нажимаем No Linking Теперь Каждый Манипулятор Отвечает За свое Место На Сплайне И работает Так Как Это Нам Надо Черт Теперь Мне нужна Тряпочка Для протирания Монитора Впоследствии Недолго Думая Выделяем Все Манипуляторы В верхней Части То есть Те Манипуляторы Которые Не Касаются Земли Это Вот Эти Родные Центральный Падло Лучше Это конечно Делать В таком Режиме Невозможно Схватить Невозможно Взять Манипулятор За Жабры Вот Вот эти Манипуляторы И теперь Приленковываем Их Приленков Тайоп Приленковываем Их Краме Хорошо А те Которые Нижние Соответственно К нижним Кубикам То есть Они сейчас Нам не Видны Поэтому Скроем Временно Все Колеса И Каждый Из Манипуляторов Приленкуем К своему Кубику Который Соответствует Местонахождению Данных Манипуляторов Отхайдим Наши Колеса Возьмем Танк За Жабры И Посмотрим Что Получается Теперь Эти Манипуляторы Работают Вместе С Лапками Изначально А тем Самым Сплайн Который Мы Натянули Вокруг Колес Повторяет Нижней Его Частью Траекторию Земного Ландшафта Если Мы Временно Временно Включим Ему Такое Отображение Чтобы Просто Посмотреть То Мы Увидим Что Он Как бы Имитирует Гусеницу Сам Сплайн Но Это Только Путь Это Не Сама Гусеница Сама Гусеница Это Естественно Будут Траки Которые Будут Двигаться По Сплайну Далее Пока Не Началось Быстренько Выделяем Сплайн Со Всеми Манипуляторами И С Удержанием Шифта Клонируем Его На Другую Сторону Танка Ну А Чтобы Они Соответствовали Действительности Конечно Же Их Нужно Будет Перемастурбировать Для Правой Стороны Танков Вскрываем Временно Колеса Верхние Манипуляторы У нас Уже Прелинкованы К Раме А Нижние Нужно Будет Перелинковать К Кубиком Нижних Амортизаторов Соответственно Их Стороне А то Они будут Исполнять Не то Что нужно А вот сейчас Обратите Внимание На то Как Будет Двигаться Этот Наш Луноход Смотрите Внимательно На его Трак Готовы? Аааа, не расслабляться Ладно, прикручите звук Больше не буду так шутить Итак, мы подтаскиваем поближе трак Идем в Motion, назначить контроллер И только сейчас уже Path Constraint Здесь мы add path назначаем наш сплайн При этом трак прилепился к нему и уже ездит по нём, но ездит ещё неправильно, потому что не переворачивается. Ставим follow. Теперь он переворачивается, но ещё не совсем правильно, потому что всегда на ровной поверхности он вот этим зубом вверх. Чтобы такое исправить, нужно нажать нажать не нифига, вот это вот, теперь всё нормально хоп-хоп ездит по кругу, всё нормально но фига нам с того, что он просто ездит, когда мы его дёргаем он же должен ездить, когда мы берём танк за жабры и движем его, правильно правильно поэтому сейчас этим и займёмся а для этого действия нам понадобится три объекта это жабры, трак и сама земля выделяем всё это, нажимаем Ctrl-Q и скрываем всё не выделенное далее выделяем трак и нажимаем курва ебитар это окошко нам не нужно вау, вау нам нужна вот эта позиция правой кнопкой и нажимаем assign controller появляется вот такое окошко нажимаем float expression незамедлительно появляется окошко куда мы вводим какое-нибудь имя например T нажимаем на assign controller а здесь мы находим в объектах нашу базу нас интересует её трансформация перемещения по CX окей далее пишем следующее так T умножить на 2 эволют так выделяем нашу базу и смотрим вот ездит уже но очень быстро очень значит 2 много давайте на 1 тоже ездит но тоже быстро медленнее да но всё равно быстро всё равно значит ещё меньше 0,2 так посмотрим посмотрим полная фигня 0,0 0,2 так очень мало 0,1 попробуем быстро 0,5 попробуем ну в общем метод научного втыка всё равно быстровато чуть-чуть быстровато надо немножко уменьшить пусть будет так 45 ну-ка вот ёптать так о поехал пошёл пошёл поменяем на 48 так о стоит падло хорошо также можно пронаблюдать как это всё уже в полной совокуплении работает со всеми частями один трак как и положено танку в общем как вы поняли задача такая чтобы трак стоял на земле неподвижно что мы сейчас наблюдаем все эти коэффициенты которые я ввожу в flat expression они конечно же у каждого будут индивидуальны не стоит прям так переписывать прямо мои эти цифры 0,5 они у каждого будут свои теперь выделим трак всё-таки его мало надо ещё хотя бы парочку нажимаем ctrl v нажимаем ok отправляемся в курвой биттер здесь находим его вот это значение нажимаем properties с правой кнопкой мыши properties и немножечко дописываем заклинание плюс ну например 0,5 что это означает это означает что вся длина сплайна это единица 0,5 это ровно половина вот он сейчас точно переместился на другую сторону сплайна что мы сейчас видим но нам конечно не надо его на другую сторону сплайна надо его где-то поближе разместить поэтому нужно вводить очень маленькие значения давай попробуем вот такое так хорошо вот он уже недалеко отлетел от него но всё же очень близко опять методом научного втыка меняем значение 0,25 вот уже неплохо но всё равно ещё бы поближе наверное 0,24 нужно сделать так вот вот это уже хорошо уже второй живёт рядом можно даже полюбоваться как это выглядит уже два трака работают короче завод производства траков работает ну работает медленновато конечно вот мы выделяем тот который создался вторым Ctrl V создаём его дубликат в том же месте курвой биттер правой кнопкой мыши параметры здесь вводим двойное значение то есть 0,23 значит соответственно будет 0,46 умножим так сказать на 2 каждое значение будет прибавлять 0,23 так вводим нажимаем эволю трак стал рядом но конечно же такой геморрой очень долгий создавать все траки по вот этому вот кругу это конечно невыносимо таким способом поэтому конечно же мы удаляем эти два созданных трака я их создал для того чтобы показать сам принцип что будет происходить со следующими и прибегнем к волшебству отправляемся в макскрипт ньюскрипт и здесь нужно ввести магическое заклинание вот оно у меня записано в блокноте я его скопирую и сюда введу а вы можете его просто-напросто переписать к себе только я хочу предупредить пишите очень внимательно одна малейшая ошибка и он работать не будет первая цифра это количество траков введем пока временно 10 а вторая цифра это тот коэффициент на который смещается трак когда мы ввели все эти цифры мы нажимаем Ctrl-E таким образом мы видим создавшиеся 10 траков нажмем Ctrl-Z и введем сюда другое значение например 30 нажимаем Ctrl-E ага создались 30 но этого мало Ctrl-Z и напишем предположим 38 нет все равно мало Ctrl-Z так Ctrl-Z и 40 да е-мое ну что такое чуть-чуть не хватает еще раз 41 пабах готово наконец-то ну последний как бы влез друг в дружку можно в сущности оставить и так но если это так мешает нажимаем вот эту клавишу потому что они все инстансы и один трак делаем маленьким это такая скрепка будет теперь выделяем какой-нибудь понравившийся нам трачок один например вот этот нажимаем Ctrl-V создаем такой же в его же месте они там вдвоем сейчас и вот здесь нажимаем Add Pass назначаем с другой стороны поскольку он стал посредине убираем предыдущий путь нажимаем Delete и вот он уже живет на другой стороне гусеницы живет полномерной половой жизнью ездит все хорошо теперь ему нужно будет только применить это заклинание которое только что было применено так сколько там 41 вот таким образом если у вас скрипт будет не работать это просто говорит о том что вы где-то допустили ошибку я когда его первый раз переписывал я 3 ошибки допустил хотя видел что все уже правильно написано и все равно нашел 3 ошибки так что очень внимательно пишите этот скрипт теперь что интересно если мы возьмем за вот этот верхний манипулятор благодаря ему мы можем изменить траекторию движения сплайна то это никак не повлияет на работоспособность нашего механизма то есть он все равно будет ездить по сплайну можно его если хочешь поднять вверх такой себе прикольный танчик вот но в данный момент мы благодаря с помощью этого манипулятора сделаем такую вот вибрацию гусеница все таки провисает и когда танк движется она должна вот так телепаться итак мы отправляемся в позицию назначаем контроллер спринг спринг вот он так сюда вбиваем 5000 век вот а здесь мы устанавливаем ему везде ноль кроме оси z чтобы он только вверх и вниз дергался вот таким способом теперь проверим как это работает включим анимацию и немножко потягаем танк недалеко так это кадр равно ацать чтобы его немножко поболтало так модификатор спринг работает немножко сбуксуя если вдруг ползунок анимации не в нуле поэтому его лучше в ноль возвращать когда что-то делать итак смотрим вот она подъехала и колеблется отлично отлично колебляться так теперь мы выделим еще один манипулятор задний вот этот который между колесами это такая хлепалка ему назначаем тот же самый спринг вот ставим ему тоже 5000 только здесь у нас будет по оси х соответственно везде ставим по нулям а х ставим немного где-то 40 потому что сильно его колдобить не должно включаем ту же анимацию посмотрим что получается подъехал шлеп 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 но сейчас они болтаются одновременно вместе с верхней что неестественно конечно же неестественно а чтобы исправить такое неприятное положение нам нужно будет изменить кое-что сейчас надо будет выделить этот гадкий манипулятор который не берется не берется падло о так и вот это 5000 которые мы вбили изначально поменяем на 2000 посему его амплитуда будет уменьшена или скорость его увеличена в общем сейчас будет то что надо вот получается так пока верхняя болтается медленно это болтается гораздо чаще что более естественно точно все то же самое переносим на манипуляторы с правой стороны по ходу танка я это сделал за кадром покажу просто результат вот правая гусеница также хлюпает хлюпает как верхняя так и задняя его хлюпалка вот этот вот манипулятор задний он также работает так поехали и вот так вот они приехали теперь теперь для настройки анимации без всяких тормозов лучше всего эти все модификаторы отключать поэтому отключение сделаем мим одновременно идем сюда манипуляторы и слайдер ставим слайдер потому что каждый раз выделять эти манипуляторы заладить их по треха отключать им все эти значения в общем это очень долго все делать будем одним манипулятором так когда мы включаем вот этот крестик слайдер работает как слайдер мы его увеличиваем уменьшаем когда же она отключена то это просто объект теперь выделим все элементы которые нам нужны для данного действия то есть четыре манипулятора которые у нас хлюпают гусеницу и также оставим один только слайдер нажимаем Ctrl Q все скрыто невыделенное и работаем с этими пятью элементами посмотрим как это дело работает пока значит мы видим только четыре манипулятора вот они подъехали и шатаются все хорошо итак идем далее выделяем какой-нибудь один идем в курву Ebitter заходим в его параметры Position которым мы сприн и вот здесь эффекты по Z оси нажимаем на правой кнопкой мыши на Assign Controller и назначаем Float Expression здесь вписываем какое-нибудь левое имя в виде какой-нибудь буквы или слово нажимаем Create Assign Controller а вот здесь мы находим наш слайдер вот он родимый ему и у него мы находим значение вот ВАЛЮЯ вот здесь вписываем то же самое имя которое дали ему S нажимаем Эволют вот далее далее что характерно выделяем второй манипулятор и делаем абсолютно одно и то же заходим в Curve Bitter Assign Controller и Flat Expression здесь даем тоже какое-нибудь имя неважно то же самое другое лишь бы он просто относился опять же к слайдеру когда мы назначаем контроллер назначаем берем то же имя и делаем все то же самое в общем всем четырем 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 четырым да делаем одно и то же четырьмя четырьмю четырьмя четырьмю да так последний раз сюда тоже S Evolute готово что получается получается то что на данный момент времени они приехали и шатаются ах да не шатается у нас же слайдер на нуле мы его включаем на полную мощность он немного буксует потому что ползунок анимации не в нуле вот теперь они шатаются проверяем вот они приехали пошатались замечательно пошатались теперь убавим его на ноль вот посмотрим что получается сейчас все хорошо они приедут как кол в землю забитые в таком режиме можно настраивать всю анимацию танка а потом когда рендерить уже включить слайдер вот для этого мы сделали одним слайдером отключение всех этих манипуляторов когда надо включили когда идет уже рендер и когда настраиваем анимацию выключили их чертовой матери так далее конечно по всем жанрам нужно бы взять корпус который у нас есть и прилинковать его к нашей раме так бы подумал любой но это будет не метод самурая конечно что мы тут получим получим что танк едет вместе с нашим корпусом но корпус должен шататься отлинковываем и делаем другую другое шаманство отправляемся в анимейшн бон тулс и создаем кости сначала нужно убедиться что они будут хотя бы вот такого размера вот когда убедились можно их удалить и теперь когда нажимаем create bone здесь ставим assign to child и здесь ставим spline x solver вот теперь когда мы создаем кости вот последнее нажимаю правой кнопкой мыши и у меня появляется окно в котором нужно задать два значения манипулятора здесь получится такая сплайн поэтому идущий костям который будет действовать от соответствующих манипуляторов верхний манипулятор уменьшим за ненадобностью таких размеров нижний лучше не трогать так и вот теперь вот этот нижний манипулятор мы прилинковываем к раме а также за него же тянем и устанавливаем всю цепочку костей посредине танка посредине как сверху так и сбоку и опускаем немножечко вот сюда пониже чтобы низ маятника у нас был под дном танка на деле у нас получается то что наша цепочка костей катается вместе с танком далее мы выделяем верхний манипулятор и ему так же как и манипулятором гусениц назначаем контроллер анимации позишн спринь и делаем так чтобы он только по оси х шатался то есть вперед назад поставили 100% и поехали посмотрим что он исполняет в анимации в анимации он шатается вперед назад сам манипулятор но зато сами кости шатаются как бы наклоняясь вперед назад как маятник что нам и нужно самую малость но так как этот манипулятор своим спрингом тоже будет загружать наш проц поэтому лучше его так же само присовокупировать к нашему слайдеру чтобы он его так же отключал как и те первые четыре манипулятора курвой биттер x эффект правой кнопкой сан контроллер назначаем флуат экспрессион вбиваем какое-нибудь волшебное имя create сан контроллер находим манипулятор вот такой вот этот вот так скрыл я все остальное чтобы оно здесь в курвой биттере не висело задолбаюсь его искать и выбираем наш слайдер валюе вбиваем ту же букву с нажимаем эволют все теперь он живет с нашим слайдером одной совместной половой жизнью сейчас отключен но стоит нам включить его на полностью катушку так он сразу и заработает у нас затупило все хорошо теперь осталось присовокупировать корпус так я сейчас все вот это говно уберу которое мешает нормально видеть ситуацию на танкодроме все эти манипуляторы так я их скрою просто чтобы они не не мозолили глаза вот и берем нашу наш корпус прилинковываем его уже к костям вот так ну и ставим естественно на их родное место где они должны жить выравниваем замечательно выходит и так на данном моменте если вы делали все так как я говорил у вас танк абсолютно идеально катается по оси х и все ходовые части работают как бы правильно но если вы будете вращать танк вот если вы будете вращать танк то наверное вы заметите что гусеницы будут стоять на месте а должны вращаться и должны вращаться вот таким вот образом как это происходит у меня то есть крутим танк направо левое вперед правое назад и соответственно превращение в обратную сторону у вас такого не происходит я значит это движение назначается таким же флот экспрессион но если назначить его также к базе то в результате мы столкнемся с другой проблемой значит когда мы повернем его в сторону и попробуем ехать туда то гусеницы не будут крутиться потому что у нас вся анимация настроена на передвижение объекта база по оси x вот она остается на месте то есть вот так вот я поведу и так она будет работать мы можем конечно назначить флот экспрессион еще и к оси y чтобы они работали правильно он будет работать правильно и так и под 45 градусов если я поверну танк и покачу в ту сторону будет работать но если вдруг мы повернем танк назад то все равно движение танка вперед будет приводить к вот такому вот эффекту то есть гусеницы будут крутиться в обратном направлении потому что они все равно помнят глобальную координату оси x и работают с ней поэтому я перебрал очень много способов как заставить танк вращать ну то есть вращать своими частями в нужных направлениях в любых направлениях как это было показано на моем видео а именно вот этом видео где у меня танк поворачивает под любыми углами и движется под любыми углами у него все работает замечательно все работает так как должно в жизни выглядеть у настоящего танка вот сейчас я повернул его на 90 градусов сейчас поверну еще больше уже он практически сейчас развернется по направлению назад и у него также будут корректно работать его ходовые части так вот я перебрал уйму вариантов мучился с неделю советовался с людьми в общем это была просто какая-то катастрофа и в конце концов пришел к выводу как это сделать но более-менее самый оптимальный способ из всех способов как говорится сделать через задницу то есть из всех способов которые делает это делает это реальным через задницу этот способ самый более-менее оптимальный который я сейчас буду показывать вот значит я скрою все ненужные вещи которые нам не нужны вот таким образом и сейчас буду рассказывать как это делать значит для начала удалите все колеса кроме одного центрального конечно же это можно было бы настраивать все сразу но если бы я все сразу показывал это было бы настолько сложно наверное поэтому я хочу показать это все по очереди поэтому я специально делал все недоукомплектовано а сейчас покажу как оно должно было бы быть но переделка этого всего займет немного времени это ерунда больше времени занимает вот это выделение всех элементов которые сейчас как бы лишние удаляем и другие траки удаляем то есть я еще раз подчеркиваю что я скрыл первый раз ненужные элементы они все есть а сейчас я удалил колеса кроме одного и траки кроме двух с этой и с этой стороны итак как мы это делаем выделяем землю переходим в пивоты и ставим и ставим ее пивот под танк вернее под базу так хорошо земля надо как-то ее назвать граунд далее мы выбираем колесо и заходим в курва ебитар здесь мы находим его Z-Rotation куда мы назначали ему вращение нажимаем правой кнопкой мыши выбираем Properties и открываем окно настройки Fluid Expression здесь мы добавляем еще один еще одну букву например это будет W делаем кнопку Create Assign контроллер контроллер а вот здесь мы находим нашу землю вот она Ground Transform Rotate Rotate по Z-оси нажимаем ОК теперь здесь мы пишем минус R плюс W и закрыли скобку то есть у нас здесь два элемента R и W вот эти два элемента мы заключаем в скобки а потом умножаем их на вот этот коэффициент который мы тогда еще выяснили методом научного втыка нажимаем Evolute смотрим движение у нас работает выделяем наш нашу землю и поворачиваем ее видим что при повороте земли колесо работает корректно колесо работает корректно но медленновато после W ставим умножить ну например на 4 проверяем сильно быстро на 2 вот теперь где-то правильно закрываем это дело теперь мы выбираем выделяем наш трак заходим опять в курва ебитер находим вот этот вот контроллер который мы на него повесили движение по сплайну нажимаем правой кнопкой properties открываем его настройку настройку float expression здесь у нас мы тогда назначали t t умножить на 0.048 это то что мы тоже там выводили опытным путем а вот эту цифру плюс 0.74 это уже добавил тот скрипт ее можно удалить и нажимаем эволюту он просто перенесся в другое место это не важно он так же работает и так далее что делаем то же самое w это не обязательно должно совпадать эта буква любая может быть create и ей делаем то же самое он уже открыт то есть ground z rotation ok и здесь ставим скобочки то есть t плюс w умножимое на 2 там было так по-моему закрыли скобку нажимаем эволют что происходит значит при движении вперед все работает когда мы выделяем землю работает но неправильно в обратную сторону поэтому перед w ставим знак минус эволют нажали и проверяем вот теперь он работает так работает нормально работает хорошо выделяем следующий трак или ладно удалим этот возьмем тот же самый нажимаем ctrl v и назначаем ему следующий сплайн правой гусеницы назначили он стал посредине поэтому предыдущий убрали заходим в курвой биттер находим вот это вот значение правой кнопкой мыши и properties открыли его настройку float expression теперь смотрим что происходит у нас на деле значит при движении все нормально а при повороте земной поверхности не нормально потому что он должен вращаться в противоположную сторону значит убираем вот этот минус нажимаем эволют теперь все нормально они вращаются в противоположные стороны далее выделяем трак заходим mac script new script сюда мы вписываем уже известный нам скрипт так только здесь 41 трак а здесь вот это 24 и нажимаем ctrl e хорошо теперь этот трак и ctrl e проверяем как работают все траки работают далее выбрали колесо которое уже настроено ctrl v пик object и постепенно каждой соответствующей рессоре это это не долго это не опять ctrl v уменьшили в два раза приблизительно и к вот к вот этому вот кубику только поставили его на место ctrl v пик 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 object и к вот этому вот кубику проверили работает далее перенесем в обратную сторону выделил я большое колесо ctrl v пик object вот это рессора и переназначил его место расположения дальше поскольку оно будет вращаться в обратную сторону правой кнопкой мыши properties и здесь мы перед r убираем минус эволют выделяем базу проверяем работает хорошо при вращении земли при вращении земли работает правильно тогда все дальше ctrl v пик object следующая рессора ctrl v пик object следующая рессора ctrl v пик object следующая рессора и ctrl v пик object следующая рессора ctrl v уменьшили уменьшили приблизительно в два раза пик object выделили этот кубик set position поставили сюда да я забыл я забыл что для него нужно скорость в два раза больше сделать поэтому заходим в курва идитор и здесь у нас 1.7 умножить на 2 3.14 это не имеется ввиду число пи это просто случайно совпадение что у меня вышло 3.14 эволют итак смотрим вращаем землю все нормально выделили еще раз колесо ctrl v пик object и вот этот кубик стал черти где поэтому set position и поправили так я этому тоже поправлю все на место вернее его скорость потому как первый раз я это забыл поправлю его более менее в правильное положение ctrl v pick object этот кубик и set position установили на место итак готово итак дальше что мы делаем если у нас есть в сцене источник света он конечно же есть если вы собираетесь что-нибудь рендерить так вот источник света мы его обязательно прилинковываем к земле если у нас на земле есть какие-то объекты мы их обязательно прилинковываем к земле также на сцене конечно же есть скажем камера советую в этом случае ставить конечно же таргет камеру тогда ее прицел мы прилинковываем к базе и ставим где-то так посредине а саму камеру обязательно прилинковываем опять же к земле так вот я перешел в камеру поднялся немножечко и что мы видим так секунду мы видим следующее если я буду вращать землю то вид из камеры будет такой как будто бы вращается танк хотя на самом деле танк сейчас стоит на месте я вращаю землю ввиду того что все прилинковано к земле создается впечатление что вращается именно танк дальше вращаем землю именно пивотом под танком это понятно но как быть с тем что если танк к примеру у нас на каком-то этапе куда-то проехал тогда конечно же вращение земли вызывает вот такое вращение что неестественно так вот чтобы сделать нормальную анимацию ее приходится делать как бы в несколько подходов в несколько записанных заранее максовских файлов что это значит итак мы включаем анимацию выбираем базу и куда-то едем например до этого места ох ты поехал один то есть подвигаем на какой-нибудь там кадр анимации и едем до какого-то места далее оставляем где-то еще кадров 20 чтобы там у нас успокоились гусеницы которые будут сейчас раскачиваться 120 кадров и записываем эту сцену как например там анимация один записали следующим действием мы выделяем базу удаляем первый ключ а этот переносим в нулевой кадр после чего с вида сверху выделяем землю заходим в пивот и устанавливаем его под танком зашли обратно в камеру включаем анимацию устанавливаем сколько-то там кадров 30 например и поворачиваем теперь уже землю вот таким вот образом мы повернули танк я даже не буду на 90 градусов на неопределенное количество поверну его и следующим действием например до сотого кадра мы поедем обратно по оси x это танк все по-прежнему находится в прямом состоянии вот я его сверху показываю он все равно смотрит по оси x туда справа налево это вид с камеры обман зрения получается что он как бы смотрит не туда берем за базу опа неправильно неправильно сейчас поскольку мы повернулись то первичный кадр базы должен находиться в том месте где мы остановились даже можно поставить дальше он же не сразу дергается там немножко ему переключиться надо и до этого места мы опять поехали доехали остановились все выключили анимацию сохранить как анимация 2 готово в следующем действии мы выделяем землю удаляем первый ключ ставим вперед ну второй ключ поворота ставим ее в нулевой кадр переходим вид сверху заходим в пивот и ставим пивот под центр танка это гемор я согласен но поверьте я просто не нашел как это сделать по другому по нормальному то есть через жопу и так я выделяю обратно базу удаляю первый ключ этот ставлю так сюда да выделяю землю допустим на 30 кадре у меня закончится поворот и поворачиваю его еще вот так вот выделяю базу у меня уже ее тот последний кадр я его перенес сюда подвигаем ползунок анимации и едем в эту сторону все записываем ее как третью сцену далее не забываем включать наши вот эти все вещи и рендерим каждую сцену потом склеиваем все вместе а вот это уже результат этих трех сцен склеенные вместе здесь создается иллюзия что танк действительно поворачивает во все стороны и туда же едет но естественно в натуральную величину он едет всегда в одну сторону по оси Х это корпус вместе с камерой вместе с осветителем поворачивается вокруг оси танка итак на этом все я конечно уже под конец этого урока подзадолбался трепать языком потому что это неимоверно длинный урок я давно уже хотел его записать поэтому приношу извинения что в конце уже просто языком не ворочал ну надеюсь все понятно на Продолжение следует...